Друзья мои, всем привет! С вами Димас и вы, как всегда, на нашем канале. Сегодня мы решили печь блины, потому что у нас скоро масленица происходит. И я поделюсь своим рецептом. Для него нам понадобятся в первую очередь яйца. У нас будет количество 5 штучек. Также мука. Блинная, пекарная, обычная. Можно взять необычную, пшеничную, вот так как это, кукурузную, гречичную, любую. Также понадобится масло растительное, тоже без него никуда. Соль, сахар, ну и молоко, естественно. Можно добавить красители, сделать блинчики разного цвета. Это тоже очень прикольно. Но самое главное, сейчас приступим к готовке блинной массы. Для этого нам яйца. Мы просто их сейчас расколем. Яйца обычные, не домашние. К сожалению, у соседей всех кур лис. Лиса поела. Лис много на деревне. И приходится яйца всем покупать. Также мы добавим сахар. Сахар на глазок. Вот, ну горочку. С горочкой столовая ложка. Ну, грамм может 30 тут будет, может 35 побольше. Чуть послаше сделаем. И соль. Ну, соли немного, но она необходима в блинах. Где-то 1 треть чайной ложки. Мы добавим. Буквально немножко сбили. И добавляем молоко. Естественно, самые вкусные блины, это на парном молоке. Прям подоили, процедили после коровы. И фигарить ее в смесь. Можно сделать на чем угодно. Ну, как мы сегодня делаем блины на молоке. Так что добавляем. Вот, чтобы лучше растворилась мука. Немножко подогреть. Я делаю просто. Я кладу пакет молока на батарею. Все. Либо в теплое место, там около плиты. Полчаса где-то примерно. Но вот, бывает, будет теплое. Немножко сбили. Наша нога, как обычно, безумная. И добавляем муку. Муки идет 333 грамма. Мой рецепт. Ну, как бы, можно 330, но у меня идет 333. К сожалению, весов нет. У меня никаких ни кухонных, ни тому подобное. Есть какие-то безмены, но они не покажут точную граммовку. Так что мы залезли в Google. И нашли там все, что нужно нам. Сколько надо ложек. Для 330 грамм. Так что ложек надо нам 13. Вот таких с горочкой. Так что считаем. Раз. Семь. Половину положили. И сбалтываем. О, как она орет. Еще 6 ложек. 6 горочек добавили. Так что, ребята, вот где-то около минутки мы все это делали. Все хорошо сболталось. Чуть остаточки осталось. Ну, это как бы, ну, обычное явление. Все, почти все ингредиенты мы добавили. Осталось добавить масло. Не знаю, как вы, но я всегда добавляю масло в блинную массу. Оно, вот это масло, оно в итоге тут разойдется. Как сольется в одну структуру. Получается, наверное, 150 точно добавляем масла растительного. Буквально секунд 10, получается, мы это масло вбили в нашу массу. Блинную. Пусть это настоится буквально 5-10 минут. Можно накрыть ее немножко крышечкой, чтобы сверху пленочка не покрылась. Она сейчас еще больше разойдется. И можно еще будет уже просто уже половничком ее вот так поднять, сколохнуть. Ну, вот, друзья, у нас тут небольшой конфуз получился, как обычно. Google обманул нас всех. В итоге 13 ложек это обман. Нет, это 13 ложек, это не 333 грамма муки. В итоге я добавил еще 3 ложки столовой муки. Потому что, ну, я по консистенции посмотрел все, ну, не то получается. Один блин испекли, он, как обычно, комом. Второй добавили муки, вроде получился более-менее. И сейчас вот будем печь дальше наши блинчики. Печем блинчики на четверочке. Горит. Ставим на трешечку. Опять на четверочку. Как в диджее немножко делаем скрины. Чуть убавил и прибавил, потому что сковородка, она алюминиевая. Она имеет способ нагреваться сильно и начинает, блин, гореть. Вы убавляете, чуть остывает. Печете, печете. Опять прибавили. Опять блин начинает нормально печься, там все дела. Такая вещь, как бы, постоянно надо двигать туда-сюда. Один плюс, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. И так у вас печется блин. В блинопечении, выпечке блинов, так сказать, всегда какие-то движухи происходят. Самый верный признак, это вот, когда начинается вот такая дуга поджариваться с краев. Типа, блин, уже там тоже поджарился снизу. Так что берете аккуратно и его переворачиваете. Можно сразу на трешечку включить, потому что вот начинает, видите, это чуть, уже подгорает. Все-таки у нас комфорка такая, как бы, не сплошная, а дуговая, спиральная. И из-за этого, как бы, получается, вот, именно вот этот нагрев, он вот тут и происходит, самый, и останавливается. А это уже, как бы, до нагрева. Блинчик поджаривается, и мы его снимаем. Вот, сковородку я не смазываю каждый раз. Ну, можно через раз еще какой-то, там, кто-то мажет картошечкой, там, с маслицем, еще чем-то. Кстати, у бабушки постоянно так делала. У нее была там какая-то там емкость, там масло было, на вилке кусочек картошки или сало. Она всегда там масло, мочилку после каждого блина, она смазывала. И потом, как смажет, наливала блинную массу. Края поджариваются у нас. Троечка, я смотрю, что-то не печется. Не забываем об этом. Троечка, четверочка, троечка, четверочка. Как, миксовать? Либо газ там тоже подбавил, прибавил. Потому что в серединке постоянно у вас больше поджаривается. Ах, хрустящие получается, хорошие. Не бойтесь, что хрустящие блинчики вот получаются. Такие вот ломкие все изначально. Ничего страшного. Положили их сюда. Они сейчас все друг друга прикроют. Можно накрыть тарелочкой, можно пестричь пленкой пищевой, еще чем-нибудь. Они все отмокнут, потом будут мягкие и нежные. Просто если переживаете, что они разломаются, ломкие станут. Не будет такого никогда. Это они здесь ломкие, хрустящие. Потом накроется все и будет идеально. Чуть подождали. Прямо 5 секунд она у вас накалилась опять. И вливаем. И печем так все блинчики. Нашу массу выпекаем. Таким же способом. Ну, на это время уходит на литр молока, примерно как мы готовили, в районе часа. В зависимости от вашего диаметра сковородки. Либо вы печете на двух сковородках, и это сокращает время в два раза. Если на одной, то это да, долгий процесс такой, муторный. Так что, увидимся, когда все испечем уже. Мы закончили с блинами, наконец-то, ребят. Получилось у нас вот такое количество блинов. Мы не считали. Плюс 7 мы вот украсили. Сейчас начнем пробовать, дегустировать, что у нас получилось. Все как бы обычно и необычно. Сделали такие вот наши обычные блины с икрой. Будем пробовать. Все стандартно. Прикольно. Мы сделали небольшой оттенок. Это классические, обычные блинчики без добавок. В эти мы добавили нашего красителя. Типа розовый, типа какой-то бирюза или фиолетовый. Сделали их десертными какими-то. Розовый со сметанкой. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Вкус никакого не добавило к тесту. Это краситель. И как бы он ничего не испортил. Чувствуется химия никакой. Как бы насыщие блины, сметана. Очень вкусно. Если вы хотите удивить кого-то, своих знакомых на такой праздник. Такие блинчики красивые, розовые или подобные, как и у вас красители есть. В общем, приятное дело с детьми. Они оценят это точно. Им будет весело печь розовый, либо зеленый, либо какие-то салатовые блинчики. Ну, как бы это такой тоже можно устроить детский праздник. Сейчас попробуем. Вот еще у нас фиолетовый есть такой цвет. Мы сделали им десертный, с карамельным сиропом. Чтобы отличалось со сливочками. Такой десерт. Как бы у нас получалось. С икрой, со сметаной. И сладкий блин. Можете добавить любой наполнитель, топпинг. К этим блинам. У нас вот карамельный есть. Кто любит шоколадный, можете добавить. Пробуйте, готовьте. Чек с масленицей. Всем хорошего праздника. С вами был Димас. Вся банда Кукс Бразер Хукс. В том числе Антон. Добра и мира. Пока-пока. Увидимся на нашем канале.